Сколько раз мы обсуждали тему хамства на дорогах и, наконец, главный человек вообще... Главный антихам. Да, главный антихам. Дмитрий Чугунов, российский общественный деятель, основатель и глава общественного движения СтопХам. У нас на связи Дмитрий. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рад вас приветствовать в стране, где нет СтопХама. Возможно, у вас в Эстонии нет такой проблемы. У нас просто в Эстонии муниципальная полиция очень хорошо работает. О, да. У нас поэтому всех, кто на тротуарах паркуется, их благополучно штрафуют и все. Но вы сейчас активно занимаетесь в СтопХаме или теперь уже оставили детище на попечении других родителей? Ну, скажем так, я курирую деятельность, развитие проекта, включение его в ассоциацию, в большую очередь. Ну и, собственно, сейчас я сфокусировал на деятельности в общественной палате Российской Федерации. То есть вы такой уже совсем серьезный стали? С галстуком. Да, без наклеек ходите, то есть как-то так все происходит. А наклейки есть у вас в автомобиле, Дмитрий? Запасные. Да. У меня уже и автомобиля-то нет. Вот, я пересел на общественный транспорт. А, ну вы же член общественной палаты Российской Федерации. Соответственно, общественная палата ездит на общественном транспорте, это же понятно. Нет, мы просто подумали, знаете... Это абсолютно логично. Дмитрий выходит где-нибудь так в воскресенье, так потянулся. Так, кто тут запаркован? Багажник открывает, а там набор наклейок, так... И на окна все это дело благополучно понавешал. Скажите, как вы считаете... Примерно так и получается, да. Сейчас ваша бывшая, скажем так, организация, ну раз вы ее курируете, можно сказать, ваша просто организация без всяких бывших. Чего она достигла в своем развитии? Мы вот уже тоже очень часто обсуждали, сколько лет ваши люди клеят наклейки, воюют, снимают, выкладывают в интернет. А машины как парковались на этих точках, так и паркуются. Более того, эти точки я, не житель Москвы и Петербурга и других городов, уже тоже выучил. Потому что они не меняются. Меняются, но смотрите, в чем смысл. Ведь мы говорим о том, что, ну, есть понятие такое окно овертона, есть понятие нормы. И за прошедшие 25 лет, ну, 20 изначально, с начала работы стоп-хама, норма очень серьезно изменилась. И должно пройти какое-то время, должно смениться поколение, чтобы постепенно люди отказались от тех принципов, по которым сейчас они живут, с точки зрения парковки, общения. С у нас, к сожалению, хамство стало нормой, оно повсеместно. У вас, Дмитрий, извините, чуть-чуть перебью, у вас голос периодически пропадает, появляется. Да, вы как-то там телефон держите поровнее. Я держу телефон ровно, просто я еду в РЭК. А, теперь все понятно. Это не от меня зависит. А, ну мы будем надеяться, что все. Вот, да, смотрите, ведь у стоп-хама нет задачи наклеить наклейку. Это все-таки образовательный проект. И задача его постепенно, на протяжении, там, поколения, может быть, нескольких, если нарвать правильные паттерны поведения людей. Все направлено на подрастающую, по крайней мере, на молодежь, которые еще не сели за руль, с тем, чтобы выработать устойчивый негатив к тому, как не стоит парковаться и стоит ездить. Вот это основная задача. Я здесь ее рассматриваю именно как педагогическую. То есть она в этом плане достигает своего успеха. То есть поколение за поколением люди формируют свое представление о том, как правильно, и дают обратную связь через соцсети при личной встрече. То есть это действительно очень приятно осознавать. Очень популярная тема в интернете, например, что сделать против стоп-хама, можно ли привлечь их к ответственности. Что они наглеют сами. Да, что они сами наглеют, какие-то там тоже прям движения. Это не настолько популярная тема. Это скорее попытка, возможно, на известном каком-то бренде сделать из себя имя. Ну или, знаете, не бывает же одного мнения. Если есть PepsiCo, то должна быть и Coca-Cola. Есть люди, которые думают так, как я. Есть люди, которые думают, что нужно отставить право на храмство и отстаивать его. Поэтому я к этому отношусь абсолютно философски. Ну есть и есть. Ну а если вспомнить, вот ваши рейды, наверняка же это же занимало не один час, правильно, когда вся вот эта съемка шла. Мы видим конкретно с одной точки, с одного там, допустим, числа, там, 7 минут видео. А сколько же людей там вот в общей сложности проходило? То есть это вообще вот реально самые сливки, которые хамят, кричат, и вот это радует тех людей, которые настраиваются на YouTube. Или основная масса, кстати, менее хамская? Это зачастую даже не один день. То есть если мы вначале помогли за день наснимать 2-3 видеоролика, не исходя с места. Сейчас людям иногда за неделю не дается наснимать материал для видеоролика, потому что действительно стало гораздо меньше хамящих людей. Ну и просто люди узнают и понимают, что им абсолютно не нужна такая популярность. Вот, поэтому все стало гораздо лучше с этой точки зрения. Уже потому, что у нас стало меньше работы, сложнее стало материал набирать, мы можем усвоить о том, что ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Дмитрий, скажите, а вашу команду, вот я смотрю по съемкам, по этим рейдам, там в основном молодые люди, они как туда попадают? Вы отбор делаете какой-то определенный? Нужно в спортзал ходить? Абсолютно нет. Единственное, что мы просим, то есть есть определенные правила, при котором проводятся рейды. То есть нельзя нарушать закон, нельзя самостоятельно хамить, если, ну, можно отвечать на насилие, только если вас бьют, вы можете защищаться, во всех остальных случаях вы не можете. Есть нормы, правила, и если люди просто изъявляют желание, они вполне самостоятельно могут прийти на рейды, рейды объявляются в соцсетях, люди приходят, сначала наблюдают, получают инструктаж, а затем, если они ведут себя адекватно, они пытаются спровоцировать, их допускают постепенно до рейда. Ну, а если вспоминать какие-то ситуации, которые происходили в моменты съемок, практически, наверное, каждый второй обещает найти, я знаю, ты где-то живешь, да-да-да, то есть это вот вечная угроза. А кого-то находили вообще в конечном итоге? Вы знаете, у нас за 6 лет, скажем, действия стоп-хама по всей стране, вот только, наверное, за последний год было несколько таких случаев, когда, ну, действительно, кто-то пострадал из ребят, но при этом в каждом конкретном случае людей привлекали к ответственности. В Санкт-Петербурге вот буквально позавчера была новость, что привлекло, ну, было уже решение судебное, получили несколько лет люди за нападение на активистов стоп-хама. Вот, в Петрозаводске человека привлекли. Ну, то есть эта история нечасто, она такая, это по пальцам одной руки перечитать такие случаи, а так это все остается на уровне угроз, и просто потому, что люди находятся в состоянии аффекта, они не знают, как реагировать, это для них просто приемлемая форма поведения. Мы же с вами говорим в том числе и про агрессию, про проявление агрессии в данном случае. То есть людей вывели из состояния равновесия, для них это хамское поведение является нормой, и когда даже пресечение этого хамского поведения для них является неким дестабилизирующим фактором, который, собственно, приводит к их таким агрессивным действиям. Но задача постепенно просто разъяснять такую работу. Считайте, что это фактически можно молоко за вредность давать. Людей агрессии снимаем. Ну вот еще такой вопрос, который, кстати, очень часто звучит в видео. Вот вам что, больше заняться нечем? То есть в стране нет других проблем, спрашивают вас. А действительно, неужели вопросы парковки вот являются вот настолько такими вот важными или как? Очень важными. И здесь вопрос не столько парковки. Я очень большой сторонник и поклонник теории разбитых окон, которые выявили американские социологи еще в 80-х годах. Когда у них был разгул насилия, они начали с того, что ежедневно начали отмывать поезда в метро от граффити и ловить зайцев. Казалось бы, там, грабежи, насилие, что-то еще. А начали заниматься вот этого малого. Но по теории разбитых окон, малый беспорядок приводит к большим правонарушениям. И наоборот, если на улице нет мусора, если никто не перепрыгивает через турникеты и нет граффити, то нет желания нанести граффити, выкинуть бумажку или перепрыгнуть через турникет. То есть люди, животные социальные и очень комфортные. Если кто-то делает, они сразу повторяют. Если один человек паркуется вторым рядом, то сразу появляется второй, потому что логика очень простая. Но он же встал, почему мне нельзя? Если один заехал на тротуар, сразу появляются еще трое. Но он же заехал, почему мы должны встать? Стадные чувства, да? Стадные чувства. И вот с этого, казалось бы, малого, начинаются колоссальные изменения в создании людей, которые приводят к дальнейшему, в том числе, и к серьезным правонарушениям. Российское движение СтопХам часто позиционируется, оно и вслух тоже, в общем, называет, что вы имеете государственную поддержку. И опять-таки в интернете тоже много всяких разных слухов по поводу финансирования. Есть ли финансирование? И на что оно идет? Кто деньги получает? Смотрите, ну, мы выиграли за последние два года два президентских гранта. Это вполне официальная информация. То есть это не слухи, мы социально значимое НКО и занимаемся социально значимыми вещами. Почему у вас государство не должно поддерживать? Ну, то есть у вас люди на зарплате работают, правильно я понимаю? Нет, нет. У нас активисты, это волонтеры, а зарплату получают только те, кто профессионально занимается чем-то. То есть это бухгалтер, руководитель направлений, даже не на зарплате, а скорее на поддержке с Ютьюба, то есть то, что монетизируется, иногда поддерживается, но на нерегулярной основе. Основная масса денег уходит на закупку оборудования и наклеек. Это очень дорогостоящие удовольствия. Ну да, наклейки у вас такие. На нашу смс-линию пришел вопрос. Вопрос такой. Про Эрика спросите, пожалуйста, как проходит борьба против хамов в погонах. Вы знаете, к сожалению, борьба за Эрика идет пока безуспешно, потому что Эрик задел очень серьезных высокопоставленных чиновников в системе МВД. И система МВД, к сожалению, у нас защищает лучше всего только саму себя. То есть во всех остальных случаях она срабатывает гораздо хуже. И сейчас есть все шансы, что Эрик будет сидеть. Потому что очень этого хотят высокопоставленные чиновники. То есть не во всем поможет президентский грант, я так понимаю, да? Ну, это не имеет к этому никакого отношения. Совершенно другая история. Хорошо. Спасибо вам, Дмитрий, за то, что рассказали о том, как у вас жизнь протекает. Я так понимаю, что стоп-хам на этом не заканчивается. Аплодится и размножается. То есть по городам и весям. Более того, по микрорайонам даже свои стоп-хамы. Стоп-хамские отряды организуются. Вам мы желаем удачи. Спасибо за то, что пообщались с нами. Дмитрий Чугунов у нас был на связи. Что называется, отец-основатель российского движения Стоп-хам.